Девушки отдыхают 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 Я, брат, тебя крепко запомнил. И под Туртукаем, и под Римником, и под Измаилом. Ты где же павлин пучеглазый пропадал с кашами да фуражом? Солдатство после боя приустал, а тебя нет? Ну вот что, запомни впредь и твердо. Замедлишь, на первой же оси не повешу. И ты мне верь, я тебя люблю и слово свое сдержу. На двадцать верст чисто, Александр Васильевич. Пленных пять эскадронов, остальные, остальные не убереглись. Правильно, Миша, правильно. Врага нельзя отпускать с поля боя, чтоб ни один не ушел. Недорубленный лес опять вырастает. Кавалерии русской, салют и слава! Ваше сердце. Командир одетесь. Оставь. Прохор. Да прибыл адъютант с эстафетой. Адъютант? Где адъютант? Личный адъютант командира отдельного корпуса, его сиятельство генерал-ланшефа князя Лобанова Ростовского, гвардии поручик Мещерский, со срочной эстафетой. А, догнал таки. А ну, давай я сюда, эстафету твою. Прочитай, голубчик. Громко. Тут все свои. Его сиятельству, кавалеру и графу. Короче, генералу Суворову. Дальше. Эстафета. Исполняя приказ главнокомандующего фельдмаршала князя Лепнина, выступил я сегодня поутру по проезжим дорогам в направлении польского укрепленного лагеря, что в деревне Соколки. Стой! Как вот к этому лагерю? Приказание главнокомандующего, как известно вашему сиятельству, изложено? Изложено, изложено. Я приказание вчера получил. И сказано в нем на редкость ясно. Идти к Соколке и скоро. Генералу же Лобанову Ростовскому поспешать со мной вместе. А вот его что-то не видно. Ваше сиятельство. Дальше. А посему прошу ваше сиятельство ускорить движение на баталию и, соединившись со мной в поле, развернуться согласно артикулу для совместной атаки вражеского лагеря не позднее 6-го всего октября. Стой! Как это так 6-го октября? А сегодня какое? Пятое, Александр Васильевич. Пятое. Стало быть, твой Лобанов-то Ростовской. Пойди уж полдороги прошел. Завтра здесь будет. И завтра, говоришь, в атаку идти. Ах ты, беда-то! Предмет-то для атаки нету? Ну да. Нет его лагеря. Нет его. Вон, смотри, сам. Видишь, дым один. Стало быть, обмешулились. Разбили генерала твоего, не дождавшись. Что же делать? Побилуй Бог. Стой! Не повернуть ли нам вспять? Да вместе с Лобановым опять на лагерь ударить? Нет, невозможно. Осмелюсь доложить. Наш корпус движется со скоростью, предусмотренный уставом. Так-так. Не торопясь, поспешаем. Да ведь как? Кругом, голубчик. Кругом. А я лесом прошел. Вдвое короче, втрое быстрее. Нет. Барабан в карту. Егорка, барабан. Я в грушотке еще третьего дня стоял. А Лобанов-Ростовский вот тут вот. Вот он по полям, да дорогам твоим проезжим по всю пору и тащится. Развернутым своим фронтом. А я, собрав отряды в кулачок, за сутки полставерст лесом прошел и прямо в бой. Движение через лес является нарушением устава ваше следствие. Какого устава? Стародавнего? Гатчинского? Нет, голубчик мой. Моему солдату преграды нет. Я его палочками в бой не гоню. Он сам рвется. Везде пройдет. А где прошел один, там вся армия проходит. Так-то вот, сударь мой, здесь война, а не плац парад Гатчинской. Враг дремлет. Ждет тебя с чистого поля, вот как князька твоего. Враг знает, Суворов застоверт. А мы удвоев, утроев шаг богатырской. Из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налетом орвиным, как снег на голову. Эй, кали, руби, не давай опомниться. Во фланг, в тыл. В русские штыки. И кончено. И слава. Словом, приказ главнокомандующего выполнен. Лагерь мой, соколка моя. А что до устава, голубчик? Ответ буду держать перед богом. Он наш генерал, он нас сводит. И перед матушкой императрицей. Прохор, подай ложку. Кашу есть буду с фаногорийцами. С первым батальоном. Субтитры делал DimaTorzok 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 Благодарю. Благодарю. Пошли. 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 Не за себя благодарю. А за благо государства российского благодарю. Встань. Встань. За империю великого порядка. Донесения и мысли твои направлены к утверждению сего порядка. Моего порядка. Не Суворову, старику из зума выжившему, а смеливаться нарушать единообразие и стройность, установленную мною, самолерством российским. Ваше величество. Ваше величество. Духом неповиновения проникнут не только сам предмаршал Суворов, но и генералы его, и офицеры, полагаю, солдаты. Вот. Письмо, ваше величество, перехваченное от Суворова графу Дерибасу. Не ведаю, в каком старинном замке найден сей изъеденный мышами иноземный артикул. Сии машкарадные косицы и букли, разводящие в казармах смрад, шей и заразу. Это о нашем воинском уставе, ваше величество. Ещё что? 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 Твои? Не смею. Читай. Приказываю. Стишок. Стишок, ваше величество. Поносный. Вашему величеству. По велику граф Суворов не только фельдмаршал, но и пиит, молва приписывает ему. Читай. Не бенценосец ты в Петровом славном граде, а деспот и капрал на плацпараде. Сколько войск у Суворова в Тульчине? Шестьдесят тысяч и штыков, ваше величество. Приказано было штаб его распустить и прислать сюда. Прибыли, генерал? Нет, ваше величество. Прибыло двое полковников с реляцией, ваше величество. С реляцией? Кто такие? Тюрин и Лобашкин, ваше величество. Что за фамилии? Дворяне и солдаты, ваше величество. Выкормыши Суворовским. За него в вагоне в воду. Полковников этих вызвать и поставить перед фрунтом на разводе. Допрошу сам. Суворова научить повиновению, осмелиться мешкать. Вон! Послать с приказом преданного офицера. Приказ заготовлен, ваше величество. Пойди. Передать пакет с личного величества приказом фельдмаршалу Суворову. А теперь за людьми наблюдать. О духе неповиновения, ежели будет замечен, подробно донести. Ступай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПОЕЦНИЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы кому изволите подчиняться, сударь? Вельмаршалу Суворову, Ваше Величество Награды подобают тому, кто выше всего почитает долг повиновения своему императору Принять шпаги! Крепость! Снять кресты! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полковник, я ко мне! Полк кругом! Полк кругом! Дирекция вправо! Сибирь марш! Дирекция вправо! Сибирь марш! Дирекция вправо! Я из них вышиву Суворовский дух Дирекция вправо! Его сиятельство, генерал-аншеф Суворов? Здесь вас закородят. Куда идет мой полк? Идут в Сибирь. По слухам, прошли Казань. Ты был на параде в тот день? Так точно был. Реляция моя вручена государю? Нет. Она была на груди у господина полковника. Под мундиром и пуля. Знаю. Все знаю. Где второй полковник? В Кремость. Так. Спасибо. Отдохни, здоровый человек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не повернуть вам истории вспять, Ваше Величество Эй, да что там? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гвардии капитан Мещерской, подойдите На эстафету его императорского величества Ответа не будет Поскольку войны нет Фельдмаршал Александр Суворов командовать войсками не может И не желает Ваше святость Не изволь спешить, голубчик С Богом, путь долг Ваш Весокровник Его сиятельство просит принять и не гневаться По весне, говорит, ночи холодные Помилуй Бог, не простудился бы в пути Не переродиться мне Да и поздно Баталии окончены И я с лекториями своими никому не нужен По утру Трубит сбор На последний парад Еду в Кобрино В деревню На отдых желанный Солдаты Солдаты Этот крест Вы мне дали за Фокшаны Этот За Избаю Эта звезда Светила мне на небе в Варшавском Алисандр Васильевич Батюшка С вами Заслужил Мамы оставляю Отец Отец Хоть слово скажи Подойдите Не уезжай Сорок лет Водил я вас Водил я вас от победы К победе С вами Я не знал Я не знал поражений Не отступал Никогда Бороди Туркайцы Генбурновцы Избаильцы Варшавцы Герои Дети мои, прощайте, помните Суворова, фельдмаршала и солдата. Храните боевую славу вашу, храните ее в сердцах, несите ее на штыках ваших. Вперед, всех так вперед. Прохор, трогай. Пошел. 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 КОНЕЦ И вот подошли мы к Измаилу, грозная крепость, во всем свете такое не сыщешь, стены черные, за облака ушли, глянули вверх, голова закружилась, ну, думаем, не взять, нет такой силы. А он посмеивается. Громозди, мол, такую же супротив Измаильской. Но взгромозди ли, да не такую, а малость повыше. И гонял он нас на ту стену от зари до зари. Вверх, вниз, вверх, вниз и опять вверх. Ой, страх и пропал. Папли, что ли? И враз в это время приходит приказ от князя светлейшего Потемкина. Отступай, мол, Суворов. А он ему, не знаю, мол, такого слова чудного, и шлет Паше Турецкому свой приказ. А какой, дяденька? Известно какой, Суворовской. Двадцать четыре часа на размышления. Воля. Первый выстрел уже не воля. Штурм. Смерть. Помню, той ночью зимней, держал я пост у его палатки. И вижу, выходит он, зашел на холмик, встал и смотрит. А кругом ночь, туман, пустеющий. А ему все видать. Он из стены насквозь видит. Ему такая сила дана. Где редуты турецкие, сколько там орудий, где засады ночные укрылись. Все видит. Час или два стоял, не помню. И вдруг сигнал дает обыкновенно. Ручками всплеснул и закричал по Кочетиному. И, боже мой, свелись ракеты, заиграли трубы, поднялась армия и пошла. От кромешной навстречу раскрылся землетрясение. Триста орудий упов. А мы идем. Убереть не думали, но и в живых остаться никто не думал. Иной уже убить, а ноги его сами вперед несут, и только штык сверкает. Вперед! Вперед! Так кричит Суворов. И первый настил. А за ним и мы. И никакая пуля его не берет, и никакая сабля не рубит. Янычар огромадный, на него ятаганом замахнулся, а он только взглянул, да так и упал. Замертво. Сам видел. Ну, а конец всем известный. Виктория. Слава. На чем навелись? Раздел седьмый. О доблести и о знании. Кто знает дело, тот не знает страха. Быстрота. Есть спутница победы. Глазомер. Быстрота. Внезавтра. Вот наши вожди. И столководец тот, кто побеждает неприятеля, не доходя до него. Побеждай с первомышлью, а потом делом. А для сего надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели, и каждый солдат понимал свой маневр. знай и дерзай. За одного ученого трех неученых даю. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную. Возьми себе за образец героя. Наблюдай за ним. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава тебе. Ты русская. Имеет честь. Ну. Александр Васильевич, поймали. Кого поймали? Ленова. Ленова? А он как внук подбирался, мы его с Платонычем и поймали. Иди. Ступай, Голубчик. Ступай, ступай. Иди. Иди. На колени. Кто таков? Откорь пожаловал? Шах, кудолой. Петр! А, батюшки! Смотри на... Князь Петр! Спасибо! Родимый ты мой! От! Господа кавалеры! Здорово, старики! Здорово! Желаю ему, Петр Иванович. Ставь, не закрой! Огня прибавим. Платоныч. Кабанеров, дозор. Ваньку. Платоныч, ваньку. Ножка. Грибков солененьких. Вот я низовый. Петра! Петенька! Аглицкие, итальянские, немецкие, французские. А вот, от дочки вашей. Спасибо. Вот новейший план компании итальйской генерала Бонапарте. Смотрите, как ведет он бой. Он не дает опомниться. Его стремление отнять у противника волю и предъявить непредленно свою. Он сограет свои силы в кулак и бьет врага по частям. Удар за ударом. А потом гонится. До полного истребления. До полной победы. Ну что ж, молодец. А только это не ново. Так-то и я когда-то труп бивал. Ах, как он шагает, этот мальчик. Пора его унять. Пора, а то поздно будет. Ты смотри, куда он держит путь. Итальян взял. Австрию эту убрать нечего. Сама под ноги ляжет. И вот куда упадет его новый удар. Россия. Но тщетно двинется на Россию Европа. Она найдет здесь ненависть дутую. Доблесть великую. И свой гроб. А вот Михаил Илларионович объяснит нам этот курьез. Скажите, зачем? Кому понадобился этот старый... Вам угодно сказать? Гений. Да-да. Европе, ваше свидетельство. Только Суворов может оградить Европу от грозных сюрпризов генерала Буанапарте. Ехал. Так. Нет. Нет. Его сиятельство граф Суворов Римникской. Его сиятельство граф Суворов Римникской. Одноглазненький мой. Вот спасибо. Хоть одного раз дома встретил. Ой, мамоньки. Генерал-то сколько. Андрюша. Веди, Андрюша. Склизко. Так. Продолжение следует... Здравствуй, Алексей Андреевич. Здравствуй, граф необычайный. Я, милый, житие твое каждое утро наизусть повторяю. Как так? А вот как? Прошедшего года ноября 7-го комендант, 8-го генерал, 9-го в гвардию, 12-го в бароны, 14-го Анну 1-й степени, да душ крестьянских 20 тысяч. Оно мне года не прошло, графы. Где уж нам старика за тобой угоняться? Я государю моему без лести предан. Воле его величества награждать не по заслугам. И, милой, были бы чины, да ордена, а заслуги завсегда найдутся. Его императорское величество просит графа Суворова-Рымникского пожаловать на личную аудиенцию. Вот спасибо. Ждать не заставил. Лакейл, кланяйте. Ваш сердце, это Лакейл? Знаю, милый, знаю. Оттого и кланяюсь. Сегодня Лакейл, а завтра, гляди, барон. Лакейл, 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 лакейл. Лакейл, 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 лакейл. Богомерзкие незаконные правители Франции обрели военного вождя, Буанапарте. Сие ты знаешь. Это угрожает опасностью союзникам нашим. В Великой Британии, а паче всего Австрии. Помышляя о помощи, сочли мы за благо призвать тебя. И прежнее дерзостное неповиновение твое предать забвение. Во-первых, долг наш заботится о благе России и Европы. Жизнь моя и смерть принадлежат России, Ваше Величество. А почему решили мы вручить тебе командование армии нашей, чтобы возглавить совершенный механизм твоею военною славой? Боюсь, Ваше Величество. Механизмом командовать не сумею. Сумеешь? Не сумею, Ваше Величество. Сумеешь? Солдат мой. Как бы инструмент. Артикулум предусмотренный. Пружина для действия штыком или савлией. Армия великой зойности. Непорядка. Говори. Механизм. Пружина. Стал быть, болван. Болван, Ваше Величество, с штыком ли, савли ли, так болваном останется. С такой армией не только я грешный, а кто и поболе меня победы не одержит. Я людьми командую, Ваше Величество, а не пружинами. Вредный. Армия Фридриха Прусского покрыла себя славой. Я Русское, Ваше Величество. Мне за Фридрихом гоняться не пристало. Вот разве конницы моей на поле боя? Держность твоя. С выжимой. Ваше Величество, увольте меня. Простите старика. Что? Рюха заполела. Ваше! Шут! Шут, Герух! Измил! Лава! Ольшава! Лава! Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, старуха, вот что напишут на камне надгробном Остановись, прохожий, здесь человек лежит на смертных непохожих В глуши на клиросе он пасом пел и славою, как Пётр и Александр племел Ушатом на себя холодную лил воду И пламень трабрости плевал в сердца народу Не одобряешь, ну и пошла вон дурак Прохор! Прошка! Ну вот, ушли все и спать залегли Стареют, господа, квалеры Ссылка Неужто? Конец Паменью верёкся! Я вас сиять Саанисовку матушку заверстучую Вот они где погребаты ваши пороховые Вот и доверяй вам Поставь, тогда караул. Только ни к чему все это, Прохор. Ухожу я. Куда же это, помилый бог? В монахе. На постриг великой. Время мое наступает. Скоро я должен отдать рапорт генералу моему. Всем мужикам вольную. Пушкина колокола. Там монастырь. Имя свое гордое Александр сменю. И назовут меня Акакием, либо Агафоном каким-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Матерь не светлый. Да какой же из тебя, помилый бог, манат. Не, что ты без Анисовки обойдешься. А я? А господа кавалеры? А они как? Неужели, что тебя покинут? Так батальонной шеренкой в монастырь-то и попрем. Что тогда от монастыря-то останется? Срамота одна. Ха-ха. Пропьют, господа кавалеры в монастырь. Нет, Александр Васильевич, не гневи Бога, не возьму. А Анисовка, Богу не врет. А нет. А да. А нет. Иди-ка ты, Прохор. Завтра потолкуем. Кого еще там нелегкой несет? Из Санкт-Петербурга, Александр Васильевич. Отворот-поворот. Для Санкт-Петербурга нет боли из Суворова. Нету Суворова, нету. Где же вы тогда, Александр Васильевич? Где? Помер, представился. Спаси, помилуй. Неужто так и сказать? Курьеры Его Императорского Величества. Именной указ. Именной? Ну скажи нам, милость, и помереть-то не дадут. Ну пусти. А, посланник богов. Нет от тебя спасения. Хлейб, гвардии, генерал-майор Толбухин. Узнаю. Извольте, сударь, вручить указ. Прохор, прими плащи. Павел Первый. император Суворовов. Сейчас получил я известие срочное о настоятельном желании союзников моих, дабы вы предво... Глаза застилай. Читай, генерал. Дабы вы предводительствовали армиями в Италии, а посему при теперешних обстоятельствах европейских предлагаю вам немедля взять дело и команду на себя. Павел. Взять дело и команду на себя. Поздно, царь-государь. Теперь уже поздно. Поздно, поздно. Полагаю, что генерал Буанапарте армию австрийскую разбив... И разобьет. Разобьет, это нетрудно. Всеми силами своими на Россию обрушится. Буанапарте. Да. Это истый полководец. Но на Россию... А нет! Всех каваляров будить! Вы здесь, ваше сокдительство. Любарка! Пулей лети к старости, Фонки. Займи 200 рублев в долг на дорогу. Прошка! Мундир! Не даром я на клиросе башен пел. А теперь запою Марсом. Лошадей закладать! Час собираться, другой отправляться. Да бубенцов! Бубенцов по воле! Бубенцов по воле! Побилуй Бог! И этих побили! АПЛОДИСМЕНТЫ Последний! В Италии! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Клянусь, никогда не поднимать ее против вас, генерал. И правильно, во второй раз ни под чем не отдам. Встаньте. Их свободен. Свободный выхт, генералы. До свидания, Парижа. АПЛОДИСМЕНТЫ К фельдмаршалу Суворову от его величества императора Австрии пропустить! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, господа генералы, приказ австрийского придворного военного совета. Квоему мы подчиняемся? Австрийская корона не заинтересована в предприятиях неверных и дальних. Священная империя уже вошла в предначерпанные пределы. Ну, короче говоря, мы прерываем кампанию. Мы не идем на Париж, мы идем в швенцарскую землю вручать русские полки римского Корсакова, ибо господа австрийцы от безделья при устав отходят на зимние квартиры. Подписано Франц император. Прошу оставить ни одного. Хотел бы я знать, сколько золота дала французская директория за этот маневр. И кому именно? Ваше Величество. Французская Французская КОНЕЦ Видишь? Чуешь, куда посылаю? В обход, французам в тыл. И так скоро, как сможешь. Не в первый раз, Александр Васильевич, и не в последний Дорога трудная, горный козе в пору Да твоим ягерям, князь Пётр, пройду В заднюю ночь пройду и сяду им на плень Подняться надо выше их батарей Пройдёшь ли? Пройдёшь, пройдёшь, ты у меня везде пройдёшь Чуть свет, ждите моего сигнала Значит, по твоему огню я начну атаку Ну, с Богом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он оставляет в долине только второстепенные батальоны Там только заслоны Пагратиона послал в обход Опять изменили план? Вот именно Все главные силы он ведёт на Сен-Го-Тарту Везумие, ведь это прямая дорога к смерти Прямая дорога во французский тыл Учтите это Не теряйте ни минуты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домой! 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 Ах ты мать! Честная! А далее это, ещё круче! Домой! Здорово! Чудо-богатыри! Домой! Домой! Либо! Домой! Домой! Ну что ж, братцы Перемахнём Пригорочек? пригорочек и у все пригорочки орел и и и и и КОНЕЦ 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 Ваше сердство, надежда на Багартиона очевидно потеряна. Надо либо начинать штурм, либо... Пократион в огне! Смотрите, он над их головами! Не выдадим своих! Распустить знамена! Вперед! Позор и смерть тому, кто отстанет! Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Прохор Семенович, доложи Александру Васильевичу. У Александра Васильевича совет. А ты стой! Человека нашли в нашей одежи. Видать, свалился сверху, разбился насмерть. Стали сердце щупать, а у него пакет. Вот путь. Труднейший, но кратчайший. Александр Васильевич. Господа генералы, вынужден прервать совет на краткое время. Найден мертвый человек. И при нем письмо. Написано на немецком языке. Темно, не разберу. Ну-ка. У тебя глаза молодые. Подойди. Извините. Переведи, Голубчик. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полковник Тур переводит не точно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, голубчик, правильно перевел Кому это письмо? Французам Мишенька, генералу Массени На этот раз не удалось Прости, голубчик, сам виноват Двенадцать ружей, госсуда Встаньте, полковник Двенадцать ружей, госсуда Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Александр Васильевич из Швейцарии с эстафетой. Проводника убили, лошадь пала, обмёрз. Сиди, сиди. Откуда герой? Субтитры подогнали Симон. Сейчас о присвоении вам звания генералиссимуса армии российской. Вам воздвигается бронзовый памятник. Что, Порсаков? Дрался с Массеной. Точнее. Разбит. И корпус его рассеян. Разбит. 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 Господа, военный совет. В непрестанных боях, отменными маневрами, мы разбили врага во много раз сильнейшего. Штурм Сен-Готарда открыл нам дорогу. Слава Багратиону, это его дело. Мы вырвались из смертных теснин, и цель была близка. Была! Но правде и смерти надо смотреть прямо в глаза. Да, короче, мы преданы изменой союзников наших. Ваше сиятельство. Да не тобой, Вейротор. И не тобой, Эвенберг, сиди, молчи. Но паладин ваш, эрцгерцог австрийский, обнажил фронт на швейцарской земле. Тем самым освободил силы французов. И римский Корсаков разбит. Корпус его рассеян. А теперь эти новые вражеские силы угрожают уже нам. Перед нами Лекурб. Слева подходит Массена. Это 75 тысячи, супротив наших 12. Нас разделяет пропасть. Над неоной горный поток рейса. Отступления нет. Тыловые тропы закрыты обвалами. Мы окружены. Да, окружены. Еще никогда войска, предводимые мною, не были в положении столь гибельном и грозном. Господа военный совет, жду ваших мнений. Отмаялся. И нам ждать недолго. Сдохнешь с голоду или замерзнешь. Видишь, куда зашли? Гляди, дороги нет? Что ж, братцы, может, ты впрямь в конец пришел? Экселленс, я полагаю первым нашим долгом спасение измученной армии. Ну, единственный выход, я с трудом осмеливаюсь произнести слова, которые вы, экселленс, презирали всю жизнь. Нам остается одно. Сложить оружие. Сложить оружие. Сложить оружие. Иного выхода нет. Есть. 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 А вот пропасть на дне река Рейса. Защищенный французскими пушками. Достаточно одной пушки, чтобы остановить любой штурм. Знаю. На сии пушки Багратион нагрянет сверху. Так, Лесь Петр, тебе не впервой. Обойдешь с егерями по скалам, возьмешь французскую батарею, откроешь нам путь. Денисов с Платовым вниз. По скату выйдут вправо от моста. Я с Белорадовичем ударю в лоб. Ну как, господа военный совет, штурм? Штурм. Штурм. Штурм, резумие! Армия измучена! Величайший! Все сокрушающие храбрости моих чудо-богатырей, не сомневаюсь. Карпович, прихожи собрать стереков. Буду говорить с ними. А твои австрийцы пойдут в резервах. Господа офицеры, прошу к поискам. Все, все, ваше сиятельство. А где кавалер Огнев? Представился. А Прохоров? Кончился поутру. Застыл. Вечная память богатырям. Великие были герои. Помню Сизмаила. Слава их не умрет вовеки. А нам эту славу и впредь нести беспорочно. Ну что ж, старики, высоко мы с вами залетели. Повыше туч. Сюда поди. И ворон костей не заносил. А, Платоныч? Много наших костей по дорогам осталось, ваше сиятельство. Тяжело, старики, знаю. По одному заряду на ружье. Последний сухарь поделили. Кабачок только во сне снится. Трудно. Когда взяли вы Измаил, помню, писал я о матушке императрице. На такой штурм, ваше величество, могу решиться лишь один раз в жизни. Помилуй бог, теперь вижу, что бывает и потруднее. Ну что ж, старики, выше головы. На нас молодые смотрят. Их учить надо. Пойдем вперед, было бы куда. Ну, смерть нам не страшна, она нас боится. Так что, Давдеич? Идти-то вроде некуда, ваше сиятельство. Когда ж это было, чтобы нам идти некуда? Глядите, вон недалечие горная щель. Проход узкой, и там пушки французские. А ты не бойся, у нас на пушке управы скорая. Князь Петр с егерями по обход и сверху. А тут и мы подоспеем. А далее под огнем вражеским к мосту, на штурм. На чертов мост. Верно. 60 шагов в длину, 7 в ширину. Вот только вниз смотреть не моги. Верста без малого. Пройдем мост, пробьемся. Выйдем французу в тыл, на зеленую равнину. А там хлеба до солнца в полю. Есть другой путь. Сжечь знамена. Сорвать кресты. Стать на колени предбасурманами. Что ж молчите, господа кавалеры. Или вы не дети мне боли? И я не отец вам? Ну что ж, клетак, похороните здесь нашу славу боевую. Только вместе со мной. Седины свои позору не отдам. Сдаваться не стану. Ройте мне могилу. Похороните меня здесь. Дозволь сказать, Александр Васильевич. Прости, ваше сиятельство. Ну, коли не так, что сказали. Жили бы к тебе, думали, скажем, попросту. Сила, мол, на убыль пошла. Иди, мол, назад. Так, что ли, господа кавалеры? Дороги, мол, вперед нет. В свету конец, преисподня. Пропадем зазря. Нас слепли, видать. Уйди, дороги не усмотрей. А вот ты объяснил. Не за себя говорю, а за всех. Иди, Александр Васильевич, на мост этот самый. Черт его строил или нет, там все едино. Пройдем. Беги. И молодых за собой поведем. И выделим славы. Иного. Ничто. Спасибо. Богатыри. Войны. Орлами взлетели вы на самые высокие вершины Европы. Древнее слово. В знаменах ваших шумит. Победа гаит на острее штыков наших. Победа вас любит. Вперед! НО! 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 УРАААА! Ура! Мост! Мост взорвали, дьяволы! Очистить дорогу! Стрелки за прикрытие! Отвечать на огонь! Разобрать избу! Строить мост! Все генералы, все капиталы вперед! Снять поездные шарфы! Вязать приемные шарфами! Мост готов, Ваше Сеятельство! Вперед, Орлы! Смотрите, как умеет бить врага! Ваш старый фельдмаршал! Вперед! Смотрите, как умеет бить врага! Вперед! 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 Генера! Субтитры создавал DimaTorzok